Ну шо, фанаты Криштиана Рональда пососали? Хотя стоп, я сам фанат Криштиана Рональда Да, неудобно получилось, всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз И время на моем хронометре ровно 3 часа 31 минута ночи Совсем недавно закончился мой стрим Это немаловажно, до этого закончилась церемония золотого мяча И вот я, так сказать, решил с пылу с жару записать свое мнение по этому поводу И то, что Лео Месси получил золотой мяч, это очень, это очень хорошо Потому что многие российские, многие казахские, украинские, белорусские семьи В этом году смогут очень хорошо сэкономить на счетах за отопление Потому что столько раскаленных пуканов, если честно, я не видел очень давно На Спортс.ру зайдите, на любой спортивный ресурс или футбольный паблик в том же самом контакте Почитайте комментарии о мамаме, что там происходит Как будто вот светомузыка с моим шарфом, видите, он мигает иногда Может у меня уже галлюцинации спать, скоро пора Так вот, я сегодня не сильно хочу рассуждать, заслужил ли Лео Месси золотой мяч или нет Потому что будем откровенны, будем откровенны Что Месси, что Левандовский именно в этом году, в 21-м фармили на говне Да, один забивал там всяким Сент-Этьеном Нет, он не забил даже Сент-Этьена Ну, в общем, забивал там непонятно кому Там Боливии на копе заковырял, да, в финале был Никакущий Другой забивал всяким Аугсбургом, Грейтерфюртом В общем, ну вот, не было футболиста Вейна в этом году Который прямо вот показал нечто невероятное, да Который прямо был выше на голову Поэтому, ну, это такой себе спор И мне обидно, что мой любимый футболист Дмитрий Сычев Больше никогда не получит золотой мяч Давно до этого не получал Но, в чем же причина такого мощнейшего бугурта? Я думаю, что вы все в курсе, да Потому что многие хотели, многие ждали Чтобы именно Ливандовский получил золотой мяч в этом году Ну, по совокупности двух последних лет И почему-то многие в связи с тем, что он его не получил Обрушили свой гнев именно на Лео Месси И меня это немножко удивило, потому что А в чем его вина? Для него год был тяжелый В плане того, что с Барсера остался все дела Но даже там он лучше бомбардировал чемпионат Испании Кубок взял И Копу, наконец-то, со 125 попытки Он, наконец-то, выиграл ту Копу Великолепную Хотя, лично мое мнение, что Копа Ну, такой себе турнир Плюс его там сколько раз Десять проводили за последние десять лет Ну, выиграл и выиграл Бог бы с ним, да? Ливандовский в этом году Что там, взял в сотый раз Бундеслигу Да и все, да? То есть, ну там Кубок или нет? Кубок, по-моему, они не взяли Точно не скажу Ну, на Евро без шансов Хотя он там забил несколько голов В общем, пытался как мог Но со сборной совсем повезло Ливандовский То есть, допустим, играем за сборную Германии Мне кажется, там возможно было бы При желании какие-то подвязки найти Мне кажется, он бы и уже и до этого Взял бы несколько золотых мячей Вот И Я забыл, что я говорю В три часа ночи Друзья, такое бывает Так вот, я не понимаю претензий Именно к Лео Месси Пишите о том, что именно Францфутбол Втрепал говна Потому что Я не понимаю Загадки вселенной, да? Это куда деваются Пельмени из моего холодильника По ночам И второе Почему нельзя было дать Золотой мяч За Позапрошлое Вот за 2020 год Когда Реально Ливандовский Выиграл ЛЧ У нас ведь и выиграл Молодец То есть Окей, да Сезон Стопанулся На большой срок Отложили Но в итоге По факту-то Они его Доиграли Окей Ну дайте золотой мяч Попозже Дайте его сегодня Две награды Просто Единственная моя теория Ну кроме того Что это просто Какой-то бред Который Ну никак Не объяснить Единственная теория То, что Францфутбол Стало обидно То, что ПСЖ Впервые Дойдет в финал ЛЧ Проиграли Именно Баварии Я не знаю Причем забил Что символично Им француз В финале А не Ливандовский Поэтому Че Может они Вот интересно Если бы ПСЖ взял ЛЧ И допустим Там в финале Там Ну Неймар Положил Двушку Лимбапич Получили бы Они Свой золотой мяч Интересно То есть Все Дали бы Сегодня Ливандовскому Золотой мяч За тот год За этот год Месси И я думаю Что Все бы Тишь до глади Была Просто Все сказали бы Окей Все довольны И спокойно Пошли бы спать Да в том числе И я Но Такое резонансное Событие Друзья Не могу его Мимо Так сказать Свою канал И пропустить Еще забавная Тема То что Почти все Кто Пишут Про Лео Плохие вещи Знаете Я порой Тоже про Лео Что-то там Шучу На стримах В видосах И так далее Но это все Шутки Я думаю Что если вы Не пятиклассник То вы Прекрасно Это понимаете Так вот Все эти ребята Пишут Что Золотой мяч Давным-давно Уже Обесценился Окей Это Зачем Так Активно Об этом Писать И так Активно С этого Пригорать В комментариях Тоже Еще одна Неразгаданная Загадка Кто-то скажет Ну Золотой мяч Это такая Престижная Тема Которая Остается В истории На века Отчасти Это так Но Народная Любовь Помнит Это намного Важнее Группа Сектор Газа Да Казалось бы Как можно В одном Видео Связать Золотой мяч Лео Месси И группу Сектор Газа Легко Не знаю Я не такой прям Фан группы Но вроде бы У них нет Ни Что там дают За хорошую музыку В США Там Грэмми Эмми Ну в общем У них этого нет Да у них даже нет Золотого граммофона В конце концов Правильно Но при этом Группа уже Ну по сути Без Хоя Существует уже Сколько лет Двадцать А то и больше Группу помнят Песни любят И даже молодежь В принципе Слушает с удовольствием Многие песни Сектор Агаза Парадокс Да Здесь то же самое Все мы прекрасно знаем Что Левандовский Это справедливый Обладатель Золотого мяча Того года То есть 2020 Получается Это Думаю Никем не обсуждается То что Францфутбол Такая вот Случилась Абсолютно Необъяснимая Дичь Окей Признаюсь Честно Я сам Раньше Был таким Как вот эти Чуваки В комментариях То есть Я всегда Там смотрел Церемонии Переживал Кто же Кто же Криш Месси А может быть Нойер А может быть Рибери А может быть Снедер Или Хавиниест А сейчас Как-то уже Вообще По барабану Потому что Не то чтобы Золотой мяч Для меня Обесценился Это все Прикольная Крутая награда Я был рад За Луку Модричу Например Но Это все Вкусовщина То есть Понимаете Допустим Если ты Чемпион мира Но не запасной Игрок Там типа Допустим Третий вратарь Сборной Франции То ты Чемпион мира Сука Ты это доказал На поле Все Вопросов Нет никаких Там Гол забил Голевую отдал Или там В обороне Отстоял Хорошо На оборотах Окей Базар 0 А здесь Ну как бы Просто кому-то Там понравился Месси Больше чем Ливандовский От этого Для вас Ливандовский Или допустим Окей Жоржиньо Мне казалось бы Жоржиньо Там какой-то Третий место занял Смех просто От этого для вас Жоржиньо Или Ливандовский Или Бензима Или Роналду Или там Пятое место занял Канте по-моему Они для вас Хуже от этого Санка футболисты Кошмар Позор Страшный Блин Один из самых Популярных Комментариев Под новостью На спорте Вот этой вот Промесси Черный день В истории Футбола Что футбол Хуже стал от этого Не понимаю Серьезно Ну окей Ну подарили Месси Какую там Седьмую Эту блестяшку Ну и что Вот вы это видео С утра посмотрите Ну те кто прям переживал И надеюсь Вы успокоитесь Потому что Блин ну реально Че че Не знаю допустим Если бы футболистов Занявших второе место Ну там Не дай бог Это так чисто гипотеза Шутка глупая И так далее Не знаю там Расстреливали бы То окей Да Это было бы стрюно Типа допустим Так Ливандовский Второе место Ну братан извини Но в эту Субботу Бах Но нет Он спокойно себе Пишет там Жалко Ливандовский Блин чувак Сейчас спокойно Домой к себе Поедет Не знаю там Обнимет Кубок чемпионов 28 кубков Чемпионства Германии И ляжет спать С красавицей С женой Да Скорее всего ему обидно Скорее всего он переживает Но Блин Я думаю что Настоящие профессионалы Типа Ливандовский У них Своя психология Я не думаю что он по этому поводу Будет прям долго загружаться Плюс я про Ливандовский Много читал Он очень Такой запаристый человек Типа спит На По моему Правом или на Нет На левом боку Чтобы его правая нога Отдыхала Короче Там такие темы Тоже лютые Собственно поэтому он машина Знаете да Что касается Месси Хоть я и сказал В начале видео Что он фармил на говне В этом сезоне Но Как бы Посмотрите на нынешнюю Барселону Это же просто Футбольный труп Какое-нибудь там место занимает В чемпе Испании Восьмой Десятый Все А по сути По составу Та же самая команда Что была год назад Просто без Месси Все Но при этом Месси в том сезоне Цепанул Кубок Испании В чемпе Был лучший По голам И ассистом По моему Если опять-таки Не путаю с цифр Но не так важно То есть Если Левандовский Играет прям в машине То есть Бавария Это тупо машина Которая всех сносит В чемпе Просто без шансов То Месси играл Я не знаю Просто В каком-то Развалившемся Бобике Просто Сгнившим Днищем Просто Но при этом Был хорош Я сегодня Ни слова Не сказал Про Роналду Вот сказал И все Я Болельщик Мадридского Реала Признаюсь Если вдруг вы не знали Я Люблю Криштиану Все дела Но понятно Что в этом сезоне Ну без шансов Да и скорее всего Уже все То есть Он свои пять мячей взял И все Это конец Вот у него Скорее всего Сейчас Свербит Блин А возможно Слушайте А возможно Это именно Криштиану И создал Армию Ботов Которые Говнят Месси В комментариях Я распутал Это делится Этот клубок Жесть Я крут Ладно На самом деле Все это Шутки Чуваки В общем Возможно Я какой-то воды налил Возможно Каши Но опять-таки На время Посмотреть В общем Как-то так Друзья Всем добра И позитива Любите Друг друга Любите Маму Папу Бабушку Там кошечка Собачка Футбол А самое главное Меня Всем пока Целую Обнимаю Спокойной ночи Ну точнее Доброе утро Добрый вид Ну вы поняли Пока